Всем привет! С вами я, журналист «Кактус Медиа» Бермет Уланова. Сегодня у нас в гостях эксперт по гендерным вопросам Зульфия Кучербаева. Мы с ней будем говорить о том, что, к сожалению, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, увлечения и спорт, профессии до сих пор делятся на мужские и женские. Это ломает немало судеб и жизней девочек, так как, если родилась девочка, то будь добра, забудь про футбол или борьбу. Хотя мы видим, что наши футболистки и женщины, которые занимаются борьбой, добиваются больших-больших успехов. Та же Айсу Лутуна Бекова, та же Айдана Утурбаева — это представительницы нашего спорта. В связи с этим мой вопрос к Зульфия, как к гендерному эксперту, почему так складывается? Наверное, здесь надо отметить, да, с одной стороны, само разделение на женские и мужские виды спорта сегодня тоже подвергается пересмотру, да, и все чаще мы слышим, что те или иные виды спорта, которые раньше были только мужскими, становятся уже доступными и для женщин. А с другой стороны, здесь есть еще такой момент, что, если мы посмотрим чисто с точки зрения инфраструктуры, то, куда вкладываются средства и на какие виды спорта есть сегодня поддержка государства. И мы можем увидеть, что в любом, даже самом отдаленном каком-нибудь селе, в любой школе обязательно делается стадион, то есть который предполагает, что там будут заниматься именно такими командными видами спорта в виде там футбола и так далее, да. А вот, например, уже гораздо меньше будет площадок, например, для тенниса или для волейбола, да, то есть те, в которых уже сегодня, ну, много занимаются и девочки, и мальчики, да, то есть такие смешанные, как бы гендерно-нейтральные виды спорта. Вот, и получается, что в приоритетном порядке больше средств выделяется на поддержку условно, в кавычках, да, мужских видов спорта. Вот та же самая борьба, или если мы проанализируем президентские кубки, да, или какие-нибудь там призы самые дорогие и так далее, там, как правило, они будут разыгрываться только среди мужских видов спорта. Вот, и это тоже говорит о том, что сегодня есть этот перекос, который в определенной степени получается больше ориентирован на поддержку развития досуга и спорта у мальчиков. В то время как, если девочки хотят заниматься, и то у них чаще всего это будут либо платные секции, да, то есть бесплатных будет очень мало, либо их будет просто гораздо меньше, это будет сопряжено с тем, что им надо будет там далеко ездить, или тренеров меньше, да, и так далее. Вот, поэтому в целом здесь есть вызовы вообще развитию спорта для женщин и девочек. Но если мы сейчас говорим относительно того, почему сегодня, ну, как бы мало женщин и девочек в целом, да, в спорте, то здесь, наверное, важно отметить, что есть предубеждения и стереотипы как у родителей, так и в обществе, да, то есть не поощряются, не поддерживаются занятия, в кавычках, мужскими видами спорта у девочек, и объясняется это, как правило, тем, что это либо вредно для ее здоровья, либо в будущем будет мешать ее семейной жизни, там, и так далее, да, то есть не говоря уже о том, что на самом деле участие в соревнованиях, это, как правило, связано с какими-то дальними длительными командировками, и так далее, а тоже, исходя из гендерных предубеждений и стереотипов, не приветствуется для девушек и многими семьями запрещается, да. Вот, поэтому все это становится теми самыми объективными факторами, которые мешают и ограничивают возможности девочек заниматься традиционными мужскими видами спорта. Да, и часто там в обществе бывает такая реакция, типа, ну, надо же девочкой такой гол забила, или надо же девочкой вот такой удар у нее, вот какое-то, ну, знаете, с ноткой обесценивания, такого неприятного удивления. И одно дело, когда такая неприятная реакция общества, другое дело, когда это прям серьезно влияет на жизнь девочки, возможно, она там выросла бы очень хорошей спортсменкой именно в этом виде спорта, но ей не дали. И как с этим бороться? Потому что, ну, родители все-таки живут в этом обществе. И если даже они понимают, что дочь очень одоленная в этом плане, то все равно боятся, как ее жизнь сложится, как общество будет реагировать, как ее, там, будущий муж, его родственники отреагируют. Ну, как бы это все сховывает ребенка и родителей в принятии решений. Да, но здесь, кроме как говорить о том, что нужно проводить разъяснительную работу, да, с одной стороны, с другой стороны, государство должно занять более активную позицию в этом вопросе, да, и целенаправленно поддерживать женские секции. То есть, тогда, когда будет такая поддержка всесторонняя, не разовая, да, постоянная, и действительно будут создаваться условия, возможности для того, чтобы девочки занимались такими специфическими видами спорта и так далее, да, то это может повлиять, в том числе, и на мнение родителей. То есть, если мы, например, сравним, как у нас сегодня освещаются чемпионаты по женскому футболу и по мужскому футболу, это просто непропорциональное даже внимание, как со стороны государства, так и со стороны рекламодателей, например, да, спонсоров и так далее. То есть, хотя и то, и то есть достижения, и то, и то есть успехи, и, соответственно, чем больше будет такого внимания и поддержки, например, женскому футболу или каким-то другим, там, женскому хоккею, например, и так далее, да, тем больше вероятности, что действительно родители будут девочек отдавать в такие секции и будут гордиться потом своими девочками, да, тем, что они достигают каких-то там успехов. А в то время, когда нет такого внимания, да, информационного и медийного и прочего, и символической поддержки никакой нет, то, соответственно, и вроде бы как это и ненужный вид спорта, в котором ты даже не сможешь потом своими достижениями гордиться и так далее. Вот, с одной стороны, вот этот момент, а с другой стороны, мне кажется, должно измениться в целом у нас отношение к детям. К сожалению, да, вот у нас сегодня и продолжает сохраняться такое инструментальное отношение к детям. То есть дети не самоценность, ребенок не личность, да, которую мы, как взрослые, просто, ну, обязаны помогать развиваться и так далее, да, но ни в коем случае они не являются нашей собственностью, которой мы можем что-то диктовать, указывать и так далее. Вот, к сожалению, эта концепция у нас сегодня не является распространенной, там, в большей степени, конечно, в городской среде это сегодня уже есть, в меньшей степени в сельской местности, да, но, тем не менее, вот мы не воспринимаем, мы, я в нас очень говорю, как общество, да, в Кыргызстане, редко воспринимаем ребенка как личность, которая имеет свои права, и, соответственно, если ребенок хочет заниматься каким-то видом спорта, то мы не имеем права отказывать, да, мы, наоборот, должны дать возможность поддержать и создать условия для того, чтобы ребенок реализовал свои интересы. А девочки у нас в этом отношении еще в худшей ситуации находятся, потому что женщины еще менее субъектны, чем мальчики, да, в семье. Мнение и интересы мальчиков еще могут признаваться, в то время как мнение и интересы девочек могут вообще не браться в расчет и игнорироваться, да, и поэтому это тоже вот неравенство как среди детей по полу, оно, к сожалению, присутствует, так и, собственно, общие издержки в системе воспитания, когда мы интерес ребенка не ставим на первый план. А вообще вот как донести до общества, что гендерные стереотипы ограничивают там способность женщины развивать себя, свои навыки, вообще становиться личностью, обладать какой-то профессией? Я думаю, что здесь надо больше про это рассказывать, причем делать это, ну, как бы в режиме реальных историй, да, каких-то рассказывать, это могут быть как истории успешные, например, женщины, девочки, которые преодолели, да, эти барьеры и стереотипы, и истории семей, в которых родители все-таки поддержали ребенка, и потом вот это дало возможность свою спортивную карьеру реализовать в полной мере, да, и так далее. Такие примеры, они могут быть заразительными, да, и, соответственно, какое-то количество людей могут потом изменить свое отношение к этим видам спорта. А с другой стороны, мы можем в том числе и показывать, что вот, а если мы ограничим, то здесь же есть и другие последствия, что не только даже нереализованная спортивная карьера, но еще и то, что у ребенка формируется комплекс того, что на самом деле от него ничего не зависит, да, и, соответственно, это формирует такую, как бы, тактику жертвенности, да, когда я уже ни за что не могу бороться, и, соответственно, в будущем такой человек, такая девочка, такая девушка, ей будет сложнее вообще чувствовать уверенность в своих силах и действительно реализовать себя уже даже не только в спорте, да, а уже потом и в личной жизни, в семейной жизни, в работе, в профессиональной карьере и так далее, да. Поэтому мне кажется, здесь важно эти вещи с родителями тоже разбирать, объяснять, ну и не говоря уже о том, что спорт, он же дает возможность как раз ребенку преодолевать самого себя, то есть когда мы соревнуемся, то наши показатели должны улучшаться, а, соответственно, это формирует ту самую силу воли, да, умение даже выстраивать там свой тайминг правильным образом, да, там, если это командный вид спорта, так это значит уметь работать в команде с другими людьми, очень четко осознавать свою ответственность за общий итог и так далее. То есть это все те навыки, которые нужны в современном мире и в 21 веке. И если родители поймут, что возможность девочкам сегодня в спорте себя реализовать, это на самом деле мы вкладываем в них тот самый, как бы, багаж или тот самый фундамент, который даст им возможность реализоваться вообще потом в жизни. Вот, наверное, многие бы по-другому на это стали смотреть. И у меня последний вопрос по этому поводу. Вообще, что бы вы сказали родителям девочек, да и мальчиков тоже? Потому что такие же стереотипы работают и в отношении мальчиков. Но им тоже говорят, что какие-то увлечения женские, и, возможно, так и загубили там, не знаю, ни один талант. Если там мальчикам запрещают что-то делать во взрослом возрасте, на них это уже работает немного по-другому, что нельзя, чтобы жена была, там, не знаю, футболисткой или хирургом или кем-то еще, чтобы он там на фоне нее не чувствовал себя каким-то, не знаю, ущербным, неполноценным или еще что-то. И, получается, в этом плане страдают, ну, как бы, обе стороны. И в связи с этим хотелось бы, не знаю, услышать от вас какие-то рекомендации, советы родителям. Потому что им воспитывать детей, да, общество что-то говорит, да, государство что-то диктует, но каждый родитель вправе сам решать и за своего ребенка, пока он не достигнет совершеннолетия, и сам вправе направлять и оплачивать те же секции, ту же учебу в вузах. И, наверное, их мнение будет первостепеннее, чем мнение государства и общества. Поэтому как-то в первую очередь хотелось бы именно, чтобы родители задумались, поменяли свое мнение относительно этих стереотипов. Да, здесь действительно очень важно, мне кажется, ну, вот я бы предложила родителям понять, что ваши дети, это, они уникальны, и, соответственно, те общественные нормы, которые нам диктуются, на самом деле, не обязательно должны применяться к ним на 100%. И жить наши дети, они будут потом сами, исходя из того, чему мы их научили, что мы им дали, какую базу мы в них вложили. И опираться на мнение общественное, мне кажется, это ошибка, потому что справляться с какими-то будущими вызовами и строить как бы свою жизнь, наши дети будут, исходя из того, как они захотят свою жизнь построить. И никогда мы не сможем вырастить детей, которые будут нравиться всем. Всегда найдутся те, кто будут за что-то их критиковать. Ну, и нас, соответственно, как родителей. Но это, так скажем, погоня, проигрышная изначально, погоня за социальным одобрением. И, на мой взгляд, как раз важнее сфокусироваться не на том, как выглядеть для общества должны наши дети, а на том, какими сильными, талантливыми, способными и успешными они будут, благодаря вот именно нашей поддержке. Поэтому даже если что-то сегодня не одобряется или кажется не совсем понятным, чем наши дети хотят заниматься, это проблемы тех, кто так думает. Пусть наши дети пробуют, пусть они учатся, пусть они делают что-то впервые. И таким образом мы закладываем в них навыки лидерства, навыки умения сопротивляться среде, навыки быть самостоятельными, навыки нести ответственность за свой выбор и за свои действия. Это никакая среда общественности этому не научит. Наоборот, если мы будем потакать общественным стереотипом и каким-то установкам, мы воспитаем конформных детей, которые будут всегда только ожидать одобрения, которые будут зависеть от любого мнения. И, соответственно, они в жизни потом столкнутся с очень большим количеством трудностей и сложностей, которые могут их просто сломать. Поэтому доверяйте своим детям, вдохновляйте их, давайте им возможность себя реализовать и укрепляться таким образом. Дерево вырастет сильным, только если оно не в теплице, а растет свободно, получает свои солнечные лучи, омывается дождями и так далее. То есть только в такой естественной здоровой среде может вырасти сильное дерево. Поэтому давайте сделаем наших детей уверенными, сильными, успешными, поверим в их силы. Спасибо большое, что приняли наше приглашение, рассказали, очень интересно было. Надеюсь, наши подписчики тоже подчеркнули для себя много полезного и интересного. Спасибо, что были с нами, смотрели нас. До новых встреч, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok